Реальная обстановка на полях, готовность техники, обеспеченность топливом. Президент проводит республиканское селекторное совещание по уборочной 2019. На прямой связи с Дворцом независимости все регионы страны губернаторы докладывают поочередно из каждой области. Поручение Александра Лукашенко завершить уборку зерновых в 20-дневный срок. Главное сконцентрироваться на проблемах. В этом году из-за погоды технику массово вывели на 10 дней позже обычного. Поэтому отдельные виды работ теперь еще и пересекаются по срокам. К традиционной жатве прибавились второй укос трав и уборка льна. Полная мобилизация усилий и максимальная концентрация на местах. Только так возможно заготовить хлеб качественно и без потери. Прогнозируется, что валовый сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. Из полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн. И рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые зерновые, и гречиха, и проса. Все вместе мы должны стремиться 9,5 миллионов тонн. Ниже 9 нельзя. Поэтому в связи со складывающимися обстоятельствами требуется максимальная отдача. Залог успеха – четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина. Настораживает информация контролирующих органов. Они по-прежнему выявляют массу недостатков, недоработок, откровенное головотяпство, а зачастую приписки. Но это уже нарушение закона. Поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание. И жестоко за это спрашивать. Не хватает, говорят, механизаторов. Не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы. Есть трудности с топливом. Из всего этого перечня, который я назвал, особое внимание хочу обратить на обеспечение топливом. Это задача, Наталья Ивановна, правительства. Как всегда, премьер-министр должен персонально отвечать за обеспечение этого комплекса работ. Летний, осенний в сельском хозяйстве. Остальное – это дело губернаторов. Важнейший этап работы аграрии всегда в центре внимания и у контролирующих органов. Мониторинг накануне показал серию нарушений. Для объективной оценки кампании в совещании участвуют представители прокуратуры, госконтроля и МВД. В разговоре с губернаторами особое внимание на исключение потерь и повышение качества уборки. Зерно не должно оставаться на полях. Детали совещания в наших следующих выпусках.